Произошло вот что, на границе сотрудники полиции мне поставили штамп о въезде. Я прошел получить багаж, дальше ко мне подбегают тоже сотрудники полиции и говорят, у вас есть неоплаченные штрафы, вот верните, пожалуйста, обратно, оплатите. Я возвращаюсь обратно в зону, где еще люди, которым еще паспорта не поставили. И тут у меня сначала держат какое-то время минут 15, а потом никаких штрафов оказывается, что нет. Они говорят, что вам отказано во въезде, проследуйте, пожалуйста, на самолет. Я попросил просто тогда дать, пожалуйста, документ, объяснить, в чем причина. Мне дают какую-то бумагу, я говорю, здесь не указаны причины, можете объяснить причины, дать возможность мне позвонить адвокату, чтобы понять, как в этой ситуации действовать. Мне говорят, нет, 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 срочно иди на самолет, уходи отсюда. И дальше стали говорить, что они сейчас меня силой туда запихают. И дальше стали меня просто в спину толкать, чтобы я шел. Ну, я так дошел под агрессией до трапа самолета. И у трапа самолета, там, встречал капитан, я при капитане попросил политическое убежище сотрудники грузинской полиции, просто посмеялись и никак не отреагировали. Хотя по закону, по нормам международного права, они обязаны принять любое обращение и дальше уже соответствующие инстанции его должны рассматривать. Я суммарно раз 20 просил политическое убежище, мне с ним было отказано. Я суммарно раз, наверное, 40-50 просил дать позвонить мне, адвокату, чтобы понять, что со мной происходит. Да, и что мне нужно делать в этой ситуации. Он просил объяснить причину, по которой меня не прислыхает. Мне тоже говорят, уходи, танк тебе расскажет. Несколько раз мне было сказано фраза, наверное, это враг грузинского государства. Ну, на трапе самолета капитан сказал, что если я не добровольно не отказываюсь лететь, то должны быть соответствующие документы. Этих документов нету. Около часа продолжалась ругань между сотрудниками полиции и капитаном корабля. Капитан говорит, что соблюдите процедуру, и тогда я возьму. Вот, а то сотрудники полиции называли капитана корабля крысой постоянно и ругались на него. Ну, в итоге, соответственно, не взяли. Меня дальше повели в какую-то комнату, где была три кровати, стол и был душ с туалетом. В этой комнате меня закрыли и сказали, что до этого забрали вещи. У меня всю технику изъяли, я не мог ни с кем разговаривать и звонить. Как выяснилось потом, что коллегам говорили, что я нахожусь в нейтральной зоне в гостинице с телевизором. Это вообще неправда, это не гостиница, там не было никакого телевизора. Я там был заперт. С утра они уже в пять утра пришли очень агрессивно настроенные. Начальник смены говорил, что сейчас ко мне будет примено физическое насилие. Опять началась история, что мы тебя отправим сейчас в Москву. И зачем-то они там одевали белые перчатки, снимали белые перчатки, когда угрожает насилием. Типа демонстрировали, что сейчас бить будут, не знаю, наверное. Вот это очень странно все происходило. Я подумал, что здесь ситуация становится опасной уже для меня. И тогда я сказал, окей, я полючу в Будапешт, это не очень адекватно, то, что здесь происходит. При этом людям, которые звонили и спрашивали, что происходит, им ситуация совершенно иначе описывалась. Давать мне позвонить или на политическое убежище не реагировали. С чем я связываю? Недопуск. Ну, во-первых, у нас активистское пространство в центре Тбилиси, куда приходят активисты, правозащитники, журналисты. Ну, в принципе, там все желающие на наше мероприятие. А во Фрейм на Бетлееме-23. В этом пространстве мы собирали подписи для кандидата в президенты в тот момент Бориса Надердзина. И нам казалось это очень важным. У грузинских властей, у грузин, я прекрасно понимаю, очень плохое отношение к Борису Надердзину. Он себе позволял неосторожно, неаккуратно ему сказать мне по поводу Грузии. Потом, правда, извинялся за эти высказывания. Но что было, то было. К нам, когда приходили представители службы государственной безопасности в Грузии несколько раз. И просто разговаривали о том, как у нас идут дела. Говорили, что к нам претензий вроде бы никаких не имеется. Но переписывали данные сотрудников. Ну, и понятно, почему переписывали. Как мне кажется, что скорее всего для того, чтобы не пустить. Потому что не пускать не только меня. Я знаю, что еще не пустили минимум одну девушку, которая занималась сбором подписей за Надеждина. Ну, и вот эта ситуация, что не пускает российских активистов, она регулярная. То есть, это постоянные истории с российскими активистами. Я знаю многих активистов, которые вообще не выезжают из Грузии. Здесь в городном России может находиться один год, потом нужно выехать обязательно. Вот она, я знаю активистов, которые просто отсюда не выезжают, потому что боятся, что мне пустят во въезде. Знаю многих активистов, которых не пускали, и не пускали целыми организациями. Активистов, журналистов, правозащитников. Тех людей, которые критикуют путинскую власть. Почему бы это происходит, не очень понятно. Я не журналист-расследователь. Но если кто-то возьмется расследовать эту тему и поймет, а почему так себя ведут грузинские власти, это будет интересно и важно. Продолжение следует...